То есть он говорил о Христе, об Иисусе, что ни в коем другом нет спасения. Доказывал, рассказывал, доказывал. Да, аминь, да, только Иисус. И даже за день до смерти его убили 9 сентября, а 8 сентября он на Красной Пресне там выступал в Москве. Вот его последнее выступление в этом ДК, там переполненный ДК, аншлаг, просто народу много пришло там. И я много встречал людей, которые были на том последнем служении, я не был, к сожалению, там, это встреча последней. И знаете, многие потом рассказывали, что это как бы перенас в глаз просто сошла, что вот Христос, Иисус Христос, только Он, только Он, больше никого. Хотя там не было образовавшим, что значит, но Он, Христос, был изображен словами Его. Скажите, как Вы покаялись, потому что на самом деле, Ваше председательство, оно имеет очень многое выровоззрение, потому что Вы рассказываете именно с позиции православного священника. Я первый раз, когда слышала это, я понимала, что мы иногда православных священников тоже не понимаем, потому что у них совсем другое мышление, чем у нас есть. И даже чтобы правильно молиться за них, потому что я знаю, что очень многие протестантские церкви учатся и в 90-е молитвы за побуждение именно православных церквей, но, слава Богу, это сейчас происходит. Поэтому вот расскажите, потому что Вы рассказываете это так, как вот мы иногда можем не понять, как мыслить православный священник, и как он сможет на протестантов, вообще на протестантов, что происходит в протестантов. Ну, я кое-что расскажу, кое-что. Дело в том, что вот Григорий Тельных, я упомянул сегодня его, да, который сейчас является пресвитером в Стороже, вот он, мы обменялись им литературой, я ему дал православную книгу, пожалев его, «Земная жизнь Пресвятой Богородицы». Особенно я переживал, что он называется христианином, а он не молится ни к Богородице, ни к святым, вообще никому. Вот, значит, и знаете что, я, значит, да, а в ответ он мне дал свою книжечку, проповеди Эрла Штегина, Людмила Плет, «Время начаться тут с Дома Божьего». Очень хорошая книга, вот, это первая протестантская книга, которую я прочитал. И вот в чем было, ну, благо для меня тогда. Я вот прочитал книгу очень христосентричную. В проповеди Эрла Штегина они были очень христосентричные. Они указывали на Иисуса, они указывали на Евангелие, на Библию. Я даже думаю, надо же, удивительно, вот он протестантский автор, да, но такие православные вещи пишет вообще. Вот, я помню, даже это меня немного так вот удивило. А потом думаю, стоп, ладно, он там протестант, но, может, пока переводили, пока издавали, он уже православный уже. Что он там в секте забыл? Мне даже так вот казалось. А потом, ну, я и плакал, и молился своими словами. И, конечно, вот тогда вот я пережил такой стресс, знаете, вот... Жене дал читать, она прочитала, тоже там наревелась. Потому что там именно как раз в этой книге очень... Я очень люблю эту книгу, очень люблю эту книгу. Вторая книга трилогии Людмила Плетт. Это вторая книга, так и называется, значит, «Время начался до с Дома Божьего». Именно как раз о служителях, именно как раз вот пастырях, проповедниках и пастве. Именно как раз вот, ну, такие главнейшие темы, важнейшие темы были поняты. Я был просто удивлен, настолько вот просто благоставлен. И именно эта книга, она побудила меня вернуться назад в Библии. И Библию свою, да, я нашел на русском языке ту, хотя я читал каждый день. Конечно же, из Писания-то вот на славянском языке, на служениях там и прочее. Но это одно было. Это вот та самая Библия на русском, над которой я часто плакал в свое время. И который жил раньше, ну, до 88-го года, по крайней мере, точно. И знаете, и особенно в 91-м году, став священником, эта книга, она ушла вообще из моей жизни. Действительно, по совести, если брать. Тем более, это Бог сам сказал. Потому что, когда Библию свою нашел, то я открыл ее. И не мог ничего прочесть, но я слышал голос. Тихо-тихо. Как будто моя мысль. Но явно не моя мысль. Он назвал меня Сережей. А это было у нас давно. Я его называл папочкой. Папой. Папочкой, да. А он меня Сережей называл. Но это было тогда еще, до 88-го года. Потом такого не было уже у нас в самоотношениях наших. И вдруг в 96-м снова это вот. Он сам первый начал. Он назвал меня Сережей. Сережа, посмотри. А я смотрю вот эту книгу и не могу ничего прочесть, от волнения даже. И потом этот голос, мысль непонятно, вот тихо-тихо так внутри. Как бы говорит дальше. Почему тебе было все хуже и хуже? Ты старался больше и больше, а было все хуже и хуже. И опять пауза. Я не могу ничего ему сказать. И потом этот голос, мысль как бы продолжается. Потому что слово мое, оно ушло из твоей жизни. И все. Вот как оно пришло, так и ушло. И непонятно, вот как оно, откуда приходит, куда уходит. Вот так бывает со всеми, кто рожден. Вот. И переживать подобные вещи. И знаете, удивительно, значит, и, ну, если бы он сказал бы Сергей, хотя бы сказал бы, значит, или отец Сергея, нет, Сережа, провоцируй меня, вот опять назвать его папочкой. И я назвал его тогда так, вновь, своими словами, не иже исти на небеси, а вот просто по-русски объяснил ему. Вот, рассказал все. Попросил прощения, конечно. Вот. И сказал, среди прочего, уж не помню всего, что я ему тогда наговорил, но много еще сказал. И вот, среди прочего, я сказал ему тогда, что безопаснее для меня доверять твоему слову. И потом даже сказал это, а даже сам удивился, как это красиво получилось, как интересно. Вот. И вот внутри меня как будто бы тумблер какой-то, раз, чик, перещелкнули в то время. Вот. Я ощутил вот внутри себя вот такую, ну, вот эту благодать Божью, действительно благодать Божью. Вот. И хотя я еще последние там месяцы оставался еще в традиционном православии тогда, да, я, будучи настоятельным храмом, я, конечно же, приходил в храм. Совершал все эти служения, какие положены были, да, как бы прежде совершал. Но уже вкуса такого у меня не было к этому служению. Вообще. Душа не лежала уже к этому. К большей части того, что я совершал, уже пересматривал все. И, приходя домой, мой язык уже не шевелился молиться там к Богородице, к Святым. Я молился только лишь к Богу. Вот. Ну, приходя в храм, я опять вынужден был петь там, Пресвятая Богородица, спаси нас, и святи, молите Бога. А нас там и прочее, и прочее. Эти глупости. И я понимал, что я поведу тебе людей больше. Это не было уже от сердца моего. Я в это уже не верил. Что они могут помочь. Как-то я уже все уже, ну, четко, что один Господь, один посредник, Иисус Христос, все. Вот. Но священник лишь как винтик в этом механизме религиозном. Он не может самодеятельно там все переменять в служение. Поэтому я исполнял все как положено, так же, но присовкуплял всегда пояснения. А пояснения были такие шокирующие, конечно, многие населения. Допустим, за упокой я уже не молился этим месяцем. Ну, последний месяц точно уже. Дома. Дома, в домашних молитвах. Я полностью переключился на молитву за живых людей. Все. За упокойные молитвы, традиции, все как обрезало. Вообще. Мистическое богословие, попытка представления, вымаливание людей из ада даже постепенно. Я оставил эти все глупости, религиозный оккультизм. Это все. Общение с бесами не для меня. Все, завязалось этим. Вот. А у меня теперь общение только с Духом Святых. Все. Вот. И за умерших в Библии есть лишь одна молитва. Один пример, как бы, образец. Это молитва за воскрешение недавно умершего человека. Вот. Самый такой сногсшибающий пример. Это, конечно, уже названный Иисус Лазаря. Там уже смернящего воскресил. Вот. Но другие были моменты воскрешения, когда, значит, не такие экстремальные были случаи. Но все равно воскрешение там мертвых. Вот. В моем служении в последние годы было несколько случаев уже тоже воскрешения мертвых. Вот. Были чудеса и массовых исцелений. Всякие были моменты. Но с молитвы за упокой, именно за умерших, за упокой. Все. С этим я уже завязал. В том же самом 96-м году. Хотя позывы, пожелания порой возникали и возникают порой. Но я каждый раз переступаю через это и говорю, нет, все. Нет. Иисус Господь мой Спаситель. Все. И моя компетенция, моя юрисдикция, это молиться вот за живых. За живых молиться. Это моя молитва сегодня. Вот. Я могу вспомнить умерших на молитве, но это не вымаливание. А моя молитва за живых людей. И вот, и знаете, друзья, я понимал, что скоро это все прекратится. Мне нужно было сделать выбор. А, и по поводу протестантов тоже. Когда через неделю после прочтения этой книги Эрна Штыгина мы с Григорием опять обменялись в литературе. И вот, я сказал, что мне очень понравилось. А говорю, а у вас есть еще другие книги этого автора? Он говорит, я знал, что вам понравится. И дал мне первую книгу. Пробуждение начнется с меня. Вот. И следом говорит мне, батюшка, приходите к нам на собрание. Я думаю, э, нет, думаю. Американская спецподготовка. Палец положил по локоть, отхлопает. Сразу думаю, охватка. Думаю, нет, нет, до этого у нас не дойдет, думаю. Вот. Но я уже не отрезал так. Ну, так вежливо отказался. Понимаете ли? Значит, потому что уже за этим Григорием я уже вот Эрна представлял. Там этих зубусов покаявшихся. Как бы, и уже как бы какое-то уважение появилось уже. А раньше какие-то братья и сестры. И вот, и знаете, он сказал, у нас собрание, воскресенье. Говорю, у меня в самого воскресенья занято все время. Говорю, я же служу там в храме, с утра до вечера, воскресенья. Ну, а на будничные дни, он не отставал там. Говорю, ну, если попу смотрит. Ну, короче, будет случай, я оказия приду. А сам думаю, а что там за было вообще? Вот. А ангелы построили оказию. Действительно. Однажды вечером делать было нечего. Я был в райцентре, недалеко от дома молитвенного. И у меня такая мысль. А почему бы не зайти, думаю, в братьям, меньшим, пятидесятникам. Ну, думаю, что ж, зашел. Зайду. Хорошо. Вот, значит, и зашагал я ним вот на огонек, значит, по времени думаю, ну, я не к началу, как раз там уже, у них там уже все в разгаре будет. Ну, я зайду, посмотрю немного и уйду, и все. А больше это не страшно. Вот, значит, а перед домомолитвенным, значит, у меня аж такой страх на полу. Думаю, что я делаю вообще, куда я иду? Я что, прям вот при параде, пряся там с крестом, все. Хо. Куда, это ж городок небольшой, тем более, вот типа вашего. О, там, значит, там язычники ж, языки вот такие. Вот, там, значит, там думаю, все, там. Этим же вечером полгородка будут знать, чтобы батюшка был у сектатов. Да, а утром коров поконят, все остальные узнают, короче. Там все, все, там быстро сарапаны. Да, вверх, вверх хотели обратить. А, вот, тем, а, ну, я в это не подумал, кстати. Не подумал. Все, в позитиве. Да, 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 у меня как-то стакан все время, например, пустой какой-то. Вот, значит, и, знаете, значит, и вот, ну, я нашелся, что надо все-таки дойти мне до конца, значит, думаю, ну, нехорошо сейчас, я развернусь, уйду, наверняка меня видели, уже какие-то люди там, и думаю, молва еще хуже будет. Скажут, батюшка там вечером шаманил что-то. Вот, заморит от него дома. Ну, я, значит, думаю, в конце концов, кто, кого боятся вообще? Это же Русь святая православная, это не сектант американский, пусть они боятся, дрожат. Вот, значит, я, значит, зашел там, перекрестил до молитвенной весь, там, сам перекрестился много раз, там, все, там, прочитал там пару соответствующих молитв, значит, все. Спасибо, Господи, люди твои, все, зашел, значит, все, ну, герой. Вот, значит, девушку перепугал, она в коридоре. Я говорю, куда пройти мне девушка? Она так, прям, показывает, думаю, закодированное еще, знаете, какая-то закодированная. Ладно, думаю, пошел по коридору, значит, последняя дверь, думаю, как у нас, наверное, сейчас вот крайние двери, зайду там, в стороннички постою, посмотрю и уйду так же. И я открываю дверь и захожу на автопилоте, и прямо на сцену, представляете, какая цена дверь, она у них закрыта была все время, а в этот вечер открыта была, девушка не поняла, короче, у меня не понял ее. Я зашел прямо на сцену, прямо к кафедре, прямо к трибуне, прямо, вот так вот. Вот, она тоже дверь. Тоже, ну, вот, представляете, да, к нам приехал ревизор, немая сцена. Вот это, да, значит, там, значит, там, а впереди там дедушки, сзади бабушки, там, в основном, пожилые люди в этой церкви. Народ притих вообще, что такое, значит, батюшка нарисовался прямо на сцене. Вот, значит, а там еще одна женщина, вот, да, там она вставала, на меня пальцем показывала, как, знаете, как каскер привидений какой-то стою там. Вот, оказывается, эта женщина видела сновидения, там, всякие видения, у них, женщина, был свой клуб, там, общение, вот, они там разгадывали, что бы это значило. Вот, значит, каждый раз, значит, и вот, значит, и у нее было сновидение, представьте, ну, перед тем еще, там, за какое-то время, что у них был священник, короче, батюшка там прямо на сцене. Ну, короче, ей не поверили, вот, ей даже муж родной не поверил. Да, значит, потому что на среди ночи даже разбудила мужа, говорит, как его, за ты, я уже забыл уже. Короче, разбудила мужа, значит, там, значит, вставай, говорит, а Петя, по-моему, да, что мне приснилось, представляешь, вот, снится наше собрание. Все как бы нормально, вроде обычно, и вдруг, говорит, угадай, кто проповедует. Он, ну, ну, может, там, епископ с Брянска заедет, или брать из Белоруссии, там, ха, нет, поп стоит, говорит, и проповедует. Она, короче, да, все ему рассказала, он сказал ей, что нужно меньше есть, Анна, короче, это точно не от Бога уже. Церковь еще в Ранаевской, церковь еще, значит, какие там попы, вообще-то, о чем-то вообще. Да, короче, не послушал ее. И вот, когда она увидела меня, она, вот, точно, сон в руку, как говорится, вот, это оно, я видел, и вот это вот как раз. Батюшка нарисовался прямо на сцене, точно, это он. Да, вот, а муж ее сидел, кстати, с ней рядом там, в женском отделении, там, ну, на скамье штрафников, как бы. Его туда поместили, на карантин. А знаете почему? Потому что его брат родной стал харизматом. Да, и как бы его на всякий случай, хотя он сказал, что я ни слухом, ни духом вообще, и никак, но на всякий случай его на карантин туда отправили, вот, на задней скамейке. Вот, значит, ну, своя, у них свои уставы, свои странности в этой церкви, но очень хорошая церковь, кстати, очень хорошая, молится так, что шерсть дырил вообще. Вот, я скажу, что, ну, серьезно, Бог с ними, и несмотря на свои странности, вот, несмотря на свои всякие суеверия, у них, ну, очень много Бога. Вот, Бог любит их очень сильно, я этому свидетель просто. Ну, это потом уже мои наблюдения дальнейшие. И вот, значит, и, представляете, значит, да, пришел в себя там второй пресс-фитер, который помоложе, ему 75 было, который старше, и он вообще еще в Ранаевских тех времен там сидел там. Вот, значит, и, ну, видят, что я трезвый, не буяню, ничего, просто ошибся дверью. Меня среди костей посадили, я, значит, сел, ну, вышел старичок один такой, весетненький такой, значит, и сказал, что мы будем петь псалом номер, там, 700 такой-то. Все встали, я тоже встал, еще я рыжий, но я думаю, петь-то я не буду, значит. А еще думаю, а что могут петь сектанты? Типа, у моей секты, у моей секты, у меня такие смешные, попали ненормальные какие-то в голову. А представляете, как они запели, вот эти дедушки, бабушки эти в основном, там, там молодежи почти не было, значит, среднего возраста немного, но в основном такие вот старенькие бабушки, старенькие дедушки. Я потом познакомился со многими из них, многие из них там эти старики сидели и не раз сидели за Христа, значит, прошли и четко не прошли, короче. Книжки можно писать. Вот, значит, их старший епископ там по воде ходил, там, значит, через речку, причащал там на том берегу. Мост размыло, там, смыло и провожал сестру. И в присутствии сотен свидетелей, как пастуху перешел по воде, значит, туда, помолился с ней, там, причащился обратно. Вот, то есть, это, как бы, ну, вроде как сказка, но это были, понимаете, вот такие, со своими суевериями, но люди очень любят Бога и очень, ну, дорожат Богом. Много было исцеления, воскрешения мертвых, там, значит, в этой церкви, ну, тогда еще в 30-е годы, 40-е годы, там, было пробуждение большое, очень сильное пробуждение там было. Вот, военные годы, там тоже, чего так и не было. Братья нам старые рассказывают, потому что, вот это, да, понимаешь, да, силища, интересно. Бог являлся в свою силу. А потом как-то поостыли, но традиции остались, вот, значит, но как они пели, вот, это надо было слышать. Вот, и, как в храме, буквально, но пели на русском, и пели вот эти псалмы. Первый псалом, что я слышал, он до сих пор мой самый любимый, или один из самых любимых моих псалмов, Любовь Христа называется. Любовь Христа безмерно велика, Начало нет и льется, как река, И как волна ловзает берега, И глубока, светла и широка, И если б не было любви, Любви Христа, Мы б не смогли иметь надежду вечно жить, И как спаситель всех людей любить. Приди скорей, скорей тебя ждет. Давно стоит у каменных ворот, Стучит к тебе, открой, уже пора. Приди скорей, скорей тебя, Приди скорей, И как спаситель всех людей любить. Спасибо, Господь, за твою любовь, Спасибо за твою милость и благодать, Боже всемогущий, благодарю тебя. И братья и сестры, вот я там, когда этот псалом слышал, вот знаете, такой пережил просто шок, потому что я там еле себя сдержал, чтобы там не разрыдаться. После собрания мне действительно дали, предложили поприветствовать людей, я вышел первый раз в жизни в протестантской церкви за кафедру, уже так вот поприветствовать. И я помню, как я выдавил из себя, мне было очень сложно, но я выдавил из себя все, братья и сестры. Я впервые в жизни назвал братьями и сестрами. Хотя чисто внешне это для меня было не церковь и много что-то непонятного, но вот это вот само присутствие Бога, сильнейшее, просто удивительнейшее присутствие Бога Христа, любви Христа в этом собрании, которое буквально физически ощущалось просто настолько сильно, что как бы это было... Даже мне такому твердолобу было понятно, что здесь Бог, просто Бог, Он здесь. От Него я никак не ожидал. Что? Это как в том анекдоте, когда один еврей так расстроился, его сын стал христианином, он молится, молится. Господи, вот такая проблема у меня, такая беда, сын стал христианином. И ответ Всевышнего. У меня такая же. У меня такая же, в принципе. Я тебя понимаю. Дело в том, что первое название нашей церкви – «Любовь Христа». И это нашим гимном. Да вы что? Да. Это прям в десяточку прям, слушайте. Здорово. А, «Любовь Христа». Да, конечно. Я услышала, что молились за массовое исцеление, да, и у меня просто возникло такое желание, да, и побуждение, поможешь, меня поддержат, помолиться за пробуждение православной церкви, пробуждение вообще в России и, да, и за единство, чтобы мы действительно стали едиными. Просто у нас тоже есть клубы, женщины, которые занимаются разрадованием. Хорошо. Благодаря с пастором. У нас он главный. Да, 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 я понял. И поэтому, как бы у нас в программе тоже заявлено, молитва. И сразу хочу сказать, что если у кого-то есть желание, чтобы отец Сергей взялся помолиться, благословил, там в индивидуальном порядке это можно сделать. Да. А сейчас… Давайте. Помолимся, давайте, друзья, братья, сестры. И за единство помолимся. Действительно, это очень важная, очень хорошая молитва. Очень сильная молитва. То, что небо связывает, мы здесь связываем. То, что небо развязывает, мы здесь развязываем. То, что мы здесь связываем, небо развязывает. То, что мы здесь развязываем и связываем, совершается в небесах. Богочеловеческий процесс. Церковь – столб и утверждение истины. И молитва – это самое важнейшее как раз в это состояние церкви. Спасибо тебе, Господь. Благодарю тебя, Боже всемогущий. Благодарю Тебя и благоставляю великое имя Твое, благословен Бог наш, Царь Вселенной, возлюбивший мир и отдавший Сына Своего за нас, отдавший жизнь свою за нас. Благодарю Тебя и призываю кровь Иисуса Христа, Агнца Твоего, Спасителя моего, Господа моего. Благодарю Тебя за это собрание сегодня. В любви Христа, собравшиеся души, благодарю Тебя, Господь, за слово Твоей любви, слово Твоей милости, слово Твоей благодати. Боже, я благодарю Тебя, что кровью Иисуса Христа, чистого и непорочного Агнца, я искуплен от суетной жизни, преданным от отцов. Благодарю Тебя, Господь, за исцеление через кровь Иисуса Христа, Божественную и Святую Кровь. Благодарю Тебя, что две тысячи лет назад ранами Твоими мы исцелены, кровью Твоею Святой. И Ты взял наше немощь и понес болезни. Боже, благодарю Тебя, милостивый Бог и Царь. Благодарю Тебя за спасение, прощение, исцеление, освобождение. И призываю Твое Святое Имя на моих братьев и сестер сейчас, на это собрание. Во имя Иисуса Христа. Боже, и пастор Юрий, он сейчас в поездке. Благостави его сейчас там, где он сейчас находится, и с теми людьми, с кем он сейчас находится. Во имя Иисуса. Боже, для Тебя нет ни пространственных преград, ни временных, ничего. Ты всемогущий Бог, Ты есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Слава Тебе. Благослови, Божий народ, своим миром, своим шаломом. Благослови во имя Иисуса. Ты есть воскресенье и жизнь, Господь наш, Спаситель наш, Целитель наш. Иисус. 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 Иисус, спасибо. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обрацит Господь лицо свое на Тебя и даст Тебе мир. Иисус. 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 Бог. Иисус. 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 Тебя. Иисус. 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 Благослови. Иисус. Боже. Иисус. 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 Ослабляй народ свой миром во имя Иисуса Христа. Аминь. И пусть благодать Господа нашего и Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа прибудет со всеми нами. Аминь. Аминь. Прославьтесь. Аллилуйя. Да, да.